сегодня у нас ночное интервью кубковая игра ответная во владимире строитель переиграл эвис со счетом 5-0 с нами андрей миронов один из самых талантливых и титулованных футзолистов владимира и владимирской области андрей привет сегодня копреевский строитель играл во владимире почему так сложилось почему не в копреева игра происходит привет сегодня играли второй ответный поединок полуфинального кубка области первую игру выиграли у них на выезд 9-1 связи с этим было решено что сыграем здесь на стадионе торпеда скоро это покрытие перестилает нижнее поле но сегодня мы успели уложиться дат сыграли ответную игру в принципе ничего не значит потому что 9 мячей за целый круг мы не пропускаем как-то забить в один матч будет крайне сложно ты сегодня вышел во втором тайме и такое впечатление сложилось что ты играл даже больше игрока группы обороны да и как так сложилось это кадровая какая-то проблема или просто по ситуации сегодня до игра ничего не значило в принципе для нас играли не некому был сыграть центральной защите пришлось мне стоять кадровый не кадровый не знаю тренер решает то что что на замене начал я каждую игру на замене кроме внизу же и с гранью на кубок второй матч играл составе больше остальные игры выходил втором тайме сегодня купреевский строитель впервые в своей истории я посмотрел матчи до вышел финал кубка области до этого проигрывал три года подряд полуфиналах как настроение перед финалом в команде настроение хорошая у нас команда достаточно неплохо выглядит во всех чемпионатах и кубках которые проводятся владимирской области люди некоторые поигравшие кто-то молодой желание у всех большое сыграть тот кубок никогда не выиграл я никогда не выиграл еще кто-то выигрывал но не больше одного раза было даже чемпионат нас люди многие по три раза выиграли кубок так не удавалось но я считаю что кубок по будням играется из-за этого у нас многие работают не в оптимальных кондициях подходит к играх игры вечером тоже сработать тяжело голова на работе остается не всегда с первых минут входим в игру всякие трудности случается пару недель назад я общался с иваном кротыгином тоже записывал интервью он спрогнозировал финал строитель внизу же и сказал о том что будет бескомпромиссная борьба и кто-то победит с разницы один-два мяча какой твой прогноз на финал ну я думаю что также снизу же будем играть потому что и чемпионство последний сколько три год наверно уже а спарит не за же и строитель ну и кубок чаще всего но в том году нам полуфинале они попались мы пенальти вылетели скорее всего в кольчуге натуральным полем тяжелее играть они привыкли к искусственному там немного другой футбол поставлен на нас 20 пусть будет так в 2016 году ты уже играл финале кубка области играл как раз за внизу же даже гол забил как тебе вот соперник именно внизу же если конечно не пройдут еще неплохой защитник центральный михаил чучеткин там конечно максим быков хорош защите они организованно играют так с нами по крайней мере что я игра видел спереди упрощают они игру надеются на контратаки это мое мнение как не сильно футболе понимаю иногда вот если мы первый забьем нам будет уже намного проще на контратаках действовать они где-то раскроются зависит кто первый забьет много так игра будет борьба борьба как обычно напряженная игра бывает в основном борьба где-то удача повезет кому-то больше где-то мастерство может сыграть некоторых исполнителей не могу судить как будет ковровский зит рекордсмен турнира 14 кубков у него в этом году зит совсем не тот и потеряли для соревнований такого сильного соперника как ты думаешь ну да я считаю что ковровская команда всегда была на ведущих ролях владимирской области в кубок они тоже очень успешно выступали считаю что это большая потеря там люди всегда готовы были к сезону тренировались преследовали цели победить жаль что такой команды не да и ничего хорошего для футбола владимирской области в этом не точно в моем понимании кубок это такой турнир шанс для середняков для команд которые не претендуют на чемпионство в чемпионате области шанс выстрелить шанс выиграть трофей в 2013 году обладателем кубка владимирской области стал собинский труд может быть где-то сенсационно вот но мне кажется что такие команды ну как бы должны воспринимать этот турнир как шанс взять трофей вот как ты думаешь согласен с моим мнением согласен что все команды которые чего-то хотят добиваться футболе в областном нас любительская лига любительский кубок тут зависит много от подготовки от настроя собинский труд раньше крепкой команды был когда я ставровец играл тяжело было с ними играть сильно особенно на горбалях на наше ставровский где получше поле там полегче но с ним существует мнение что кубок мень такой турнир менее престижный что ли чем чемпионат как ты думаешь нужны ли кубку какие-то перемены для того чтобы вернуть какой-то былой престиж чтобы команда реально рубились они вылетали в первых каких-то стадиях да раньше например команда могла просто не поехать сейчас за этой дисциплинарной санкции в виде снятия трех очков до чемпионате как нужны ли перемены какие-то кубку что упали поднять я считаю что перемены никакие не нужны сток с первой групп команды по моему играет и парочку с второй я не знаю в каком принципу они туда попадают с первое обязательно 2 кто хочет жила некоторые игроки я слышал 2 группа играют тоже за вниз же там еще за кого-то видимо для второй группы это вообще не повод выступать там силы тратить где-то финансы команд ограничен не все там я слышал некоторых команд даже свои деньги ездит гетро себе сами покупают форму молодцы люди заинтересованы не все конечно футбол любят молодцы ну думаю что реформы никакие не помогут в кубке разговаривая с представителями разными областной футбольной общественности я выделил для себя два мнения вот где играть финал кубка области они говорят то что хорошо бы и престижно играть и на большой спортивной арене торпеда то есть это мотивирует игроков сыграть на большом стадионе и другие говорят что лучше выезжать в область по разным городам ездить вот какое мнение тебе блин мое мнение что в области тоже люди хотят посмотреть борьбу за титул команды в финале хорошие основном встречаются но тоже здесь палка двух концах на торпеда тоже очень приятная игра здесь поле во-первых больше чем во всех на всех стадионах области и один раз играл только своей жизни как раз финале кубка тяжело там было уже у меня и так сил немного после первого тайма уже еле дышалась когда дополнительно началось уже ноги начало сводить как обычно арена престижный что задавал вопрос представить в неизажа володя гусева и тебе тоже вопрос задам как ты думаешь нужен ли области матч формата сборной области и какой-то профессиональной команды например торпеда или муром ну в конце сезона мы с муром мы играли товарищескую игру за купреева мы вообще не в сезоне были тяжело нам с ним был честно когда там команда тренируется а мы вышли из-за стола гроб говоря пост новогодних праздников в феврале что ли марте тяжело не бежится ничего считаю сборной области против торпеда неплохая идея или против муром где хорош только чтобы люди которые сборной области хотя бы в какой-то форме были они не в межсезонье где-то ни у кого не сил нет все играть мини-футбол в основном считаю что если не форме то тяжело было бы смысл нет проводить когда форме неплохой матч будет даже думаю зрители если большой арене играть вот на этот торпед думаю зрители пришли с области люди принципе интересно было смотря опять кто бы руководил какие игроки играли тот играли один год там некоторые люди некомпетентные в составе сборной области играли я считаю я как зритель в то время был некоторые люди явно не да не недостойный там играли по моему мнению какой причине туда попали мне непонятно не будем фамилии называть смешно андрей ты много где поиграл в разных командах областных да такой вопрос где самые яркие болельщики где ну скажем так тебе запаливает уж ну я играл в команды где в принципе нет болельщиков за вниз же играл особо болельщиков нету не фанатов так обычные мужики друзья друзей за ставроиц тоже когда играл особо болельщиков не было уже на закате команда была даже когда выиграл чемпионство за купреева одни деды на лавках так что особо болельщиков я так не увидел но в коврове так вот когда играл когда еще молодой совсем был там и фанаты кричали вроде юрий в польском как-то видел тоже фанаты были активны в собинке фанат активный кого-то из них выделить не стал бы выделять каждый по-своему активно поддерживать команд строитель набрал очень хороший ход по чемпионату забивает много мячей такой вопрос кто самый неудобный соперник для строителя с кем было труднее всего я не знаю пол первый круг пропустил по какие игры играли но опять в принципиалк снизу же 00 чем не забили мячу игра ровная как камешковик ютекс ютекс 2-2 сыграли но там две ошибки наши защитники игр сыграли у нас не очень хорошо в двух случаях 22 и за это закончили остальные проблем по моему не испытали но еще второй круг с гусем по моим тяжелый гроба а мы им забили сразу кубки тяжелого было но я думаю втором круге гусь струнина гвардеец даже все те же соперники с кем тяжело бы знаю что ты занимаешься тренерской деятельности сегодня тебя ребята поддерживали молодые да на трибунах поделись успехами своих подопечных как развиваются как где-то участвует что-то выигрывает ну да я работаю детском центре молодежной с иваном каратыгин опять с маратом с пашей тренируем там детей я в микрорайоне добрая в добром дети каких-то их них успехов говорить совсем не приходится мягко говоря они не подготовлены приходят животами не спортивные родители хотят чтобы мы сделали из них конфетку такое вряд ли возможно я считаю что из семьи должно идти где-то от родителей чтобы отец где-то был заинтересован мать там куда-то подгонял его так чтобы бросил меня ко мне допустим думать тренер делает чудо это тяжело а еще у меня группа есть школе я веду в ленинском районе 23 гимназии у них самый громкий успех мы два раза в карьере ездили испанию на кубке европы футзалу вот потом кубок золотого кольца выигрывали помине футболу в радужном проходил среди команды ты что в году так ездим на турниры различные москву в тверь ездили кострому волгореченск ярославль такие города по возможности где знакомые по футзальному футбольному миру зовут туда ездим андрей миронов игрок и андрей миронов тренер что интересно сейчас сложный момент смотря если вы попадались люди квалифицированные я был тренером это было бы одно пока у меня совсем печальный сложно сравнивать а играть мне просто разная любитель чего никогда профессионал не был имеешь ввиду подопечных подопечных да если квалифицированные люди то это интересно считаю и смотря какого они возраста будут если взрослые тоже интересно но я пока не 28 лет я ищущий гол чтобы быть тренером там кого-то воспитывать в игре приходится подсказывать меня некоторые не слушают константин шканов постоянно не воспринимает подсказки теряет позицию непонятно чем на поле занимается один раз обозревал твой турнир которым ты был организатором турнир был памяти александр михаил щеткина летом проходил расскажи как поживает сейчас этот турнир и как у него будущее я два года проводила турнир среди опять же юноши 2000 года у нас стране определенные форматы и до 12 лет они играют формат 8 плюс 1 на пол поле а сейчас уже время что им 13 лет они играют 11 11 предыдущие года я всегда свою команду выставлял туда чтобы почтить память деда вот а в этом году я просто не набираю 11 игроков и все лето был занят я тоже на турнир уезжал тут за различной командой за границу и в россии я хотел вообще в сентябре турнир провести но пока формат я не знаю либо мини-футбол либо 8 плюс 1 потому что во всех городах был 8 плюс 1 7 на 7 ой 8 на 8 7 на 7 очень развивается и взрослый и детский очень интересен очень людям и спонсорам и болельщикам вообще интересный футбол можно ожидать продолжение да да можно ожидать продолжение но в нашем городе что-то все загибает пять лет играли вот за лавр у нас команд было 8 на 8 в этом году 5 команд всего заявилось мы сочли турнир неинтересным хотя вот москве турнир проводится континентальной футбольной лиги там 68 команд всего света играет я за московскую команду два года выступал хотя владимирских заявить туда там взнос такое и проживание организационные финансы очень тяжелый для нашего города тяжело найти есть люди которые поддерживают как бы футбол и по детям по взрослым говорить лавр владимирский стандарт люди огромная благодарность им еще ряд людей есть которые помогают и форму купить где-то и мечи а так в целом если глобально взять взрослых это в принципе мало кому интересно кому-то это интересно опять же это не же там видите что-то пытается пыль с у нас строитель сергей круглов тоже занимается бизнесмена видим хазби у нас тоже я не знаю фамилия тоже заинтересован человек хочет убеждать футбол интерес как чего будет сложно судить отлично андрей с победой успехов по всем па-па-пам спасибо